Всем привет, с вами Поли. Сегодня мы говорим о принтшопах. Многие художники, фотографы, иллюстраторы работают на принтшопах, зарабатывают деньги. Если тема принтшопах вам интересна, не забудьте подписаться на этот канал Поли. Сегодня я вам расскажу, сколько людей из каких преимуществ иностранных посетили три известных принтшопа в прошлом месяце. Мы будем говорить о таких принтшопах, как Типаблик, Redbubble и Zazzle. Возможно, что вы тоже были на этих принтшопах. На Типаблик был огромный просто рост посещаемости на 28,72%. Общее количество визитов 10,5 миллионов, процент отказов 56%, 4-5 страницы за визит, средняя продолжительность визита чуть меньше 4 минут. У меня Типаблик потихонечку продает, но как-то сейчас не хочется вообще говорить о доходах на фотостоках, на принтшопах. Просто могу вам сказать, что Типаблик у меня продают. Я только на него и грузила, сейчас начала подгружать еще на Redbubble. Посмотрим, что будет. А на Zazzle отключили быструю загрузку, поэтому я на Zazzle не гружу и, соответственно, они мне ничего не продают. Из этих трех принтшопов я сотрудничаю в основном только с Типаблик. Конечно, это не я одна создала им такую посещаемость. По странам США 60,81%, Канада 5,19%, Индонезия 3%, Великобритания тоже почти 3%, Австралия 1,9%. Сравним с посещаемостью в прошлом месяце. США 56,88%, Канада 4,75%, Индонезия около 3%, Великобритания 2,76%, Австралия 1,91%. Мы видим, что топ-стран абсолютно такой же и очень большая посещаемость. На Типаблик все просто замечательно, прекрасно и можно даже сказать, что я всем советую с ними сотрудничать, если вам есть что туда загружать. На Redbubble был рост посещаемости на 6,4%. Там вообще огромная посещаемость 32,5 млн. Там, конечно, тоже все, я думаю, стабильно и хорошо. Мы сейчас посмотрим. Процент отказов 51%, 5-6 страниц за визит, средняя продолжительность визита около 5 минут. По странам США 36,4%, Великобритания 6,41%, Германия 4,77%, Австралия 4,14%, Канада 3,86%. Из изменений вместо Марокко мы видим Австралию. В целом довольно хороший рост посещаемости, там вообще большая посещаемость. На Redbubble тоже все прекрасно, но там, конечно, большая конкуренция. Нужно это понимать. И если вы не боитесь конкуренции, то, конечно, тоже сотрудничайте с ними. Я вам это советую. На Redbubble все хорошо. На ЗАЗЛ большой рост посещаемости был на 23,04%. Общее количество визитов 20 млн. 900 тыс. Процент отказов 54%, 4 страницы за визит, средняя продолжительность визита 4 минуты. По странам США 85,21%, Индия 1,21%, Южная Африка 1,03%, Канада 0,91%, Марокко 0,9%. Сравнив с посещаемостью в прошлом месяце США 83,67%, Индия 1,35%, Канада 1,13%, Турция 0,96%, Германия 0,89%. Мы знаем, что ЗАЗЛ это американский фотосток. Я вот удивлена, появилась у нас, я смотрю, в топе стран Южная Африка и Марокко там начинает мелькать по фотостокам и принтшопам. То есть уже жители тех стран тоже узнали о таком виде заработка и решили срочно покорять, завоевывать свою нишу на этом рынке. Для нас это не очень радостное известие, не очень радостная новость. Мы для этого и проводим с вами аналитику, чтобы понимать, какие страны составляют нам конкуренцию или, по крайней мере, пытаются составлять. Сейчас на ЗАЗЛ все хорошо. Будем наблюдать, что будет после Нового года и вообще в ближайшие месяцы вообще на этом рынке. Пишите, пожалуйста, в комментариях, сотрудничаете ли вы с этими пленшопами, насколько успешно. Благодарю всех за просмотр. С вами была Кули. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!